Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги Иисуса Новина. Сегодня мы изучаем вторую главу этой книги. И тема этой главы – «Израильские разведчики в Иерихоне» и следующая тема – «Блудница Раав». И послал Иисус сын Навин из Сетима двух саглядатаев тайно и сказал, «Пойдите, осмотрите землю Иерихон». Два юноши пошли и пришли в Иерихон и вошли в дом блудницы, который имя Раав, и остались ночевать там. Дом Раав находился прямо в городской стене. Поэтому они выбрали ее дом не случайно, потому что можно было по стене, с внешней стороны, спуститься вниз и убежать. С другой стороны, соседи Раав привыкли к тому, что к ней все время приходят мужчины. И это не вызывало как бы подозрения, потому что она была проституткой. Она профессионально занималась блудом. Раав, имя этой женщины нам известно по Евангелию от Матфея, 1 глава, 5 стих, где содержится родословие Иисуса Христа. Раав — это праматерь и царя Давида, и, следовательно, и Иисуса Христа нашего Господа. То, что блудница сподобилась стать праматерью Сына Божия, к тому же не еврейка, хананьянка, это свидетельствует о том, что Господь готов любого человека принять к себе и сподобить ему подняться на некую духовную высоту. Ее имя перечисляется в родословии Иисуса Христа, в Евангелии от Матфея, наряду с имени Руфь, тоже не еврейка, мавитянка, прабабка царя Давида. Имя Фомарь совершила грех кровосмешения с тестем, и имя бывшей Заурии, то есть Версавии, Батшевы, которая совершила прелюбодеяние при живом муже. Матфей специально помещает эти сложные женские имена в родословию Сына Божия, как бы напоминая нам, что Христос пришел с одной стороны не только к еврейскому народу, но и ко всем другим народам, а с другой стороны Он пришел спасать неправедных, а именно грешных. И далее мы читаем. И сказано было царю Иерихонскому, вот какие-то люди из сынов Израилевых пришли сюда в эту ночь, чтобы высмотреть землю. Скорее всего, были какие-то расовые отличия между хананьянами и евреями, потому что когда двое этих юношей разведчиков отправились осмотреть Иерихон, конечно, они никак не выпячивали свое еврейство. И, скорее всего, вот эти хананьяне – это темнокожие племена, которым предназначалась именно Африка, удел Мицераима, дома Хама, но никак не земля обетованная. Царь Иерихонский послал сказать Рааф, «Выдай людей, пришедших к тебе, которые вошли в твой дом ночью, ибо они пришли высмотреть всю землю». Что значит высмотреть всю землю? Имеется в виду, они пришли как разведчики, чтобы высмотреть уязвимые места, как лучше напасть на город. Но женщина взяла двух человек тех и скрыла их, и сказала, «Точно приходили ко мне люди, но я не знала, откуда они. Когда же в сумерке надлежало затворять ворота, тогда они ушли, не знаю, куда они пошли. Гонитесь скорее за ними, вы догоните их». А сама отвела их на кровлю и скрыла их в снопах льна, разложенных у нее на кровле. Посланные гнались за ними по дороге к Ордану до самой переправы. Ворота же тотчас затворили, после того, как вышли погнавшиеся за ними. Конечно, для нас это загадка, почему эта женщина решила скрыть этих двух еврейских юных разведчиков. Скорее всего, это было связано с тем, что слух о том, что Бог благословляет еврейский народ, в тогдашнем мире он разнесся повсюду. И Рааф понимала, что если Бог евреев опрокинул гордость Египта, это самой мощной цивилизацией того времени в этом регионе, то тем более он опрокинет твердыню Иерихона. И она понимала, что нет никакой перспективы у жителей Ерихона, и она покоряется силе Бога, проявляя заботу о Его людях. Прежде, нежели они легли спать, она взошла к ним на кровлю и сказала им, «Я знаю, что Господь отдал землю сию вам», то есть уже отдал, «Ибо вы навели на нас ужас, и все жители земли сии пришли от вас в робость, ибо мы слышали, как Господь Бог иссушил перед вами воду Черного моря, когда вы шли из Египта, как поступили вы с двумя царями Амарейскими, за Иорданом, Сигоном и Огом, которых вы истребили, «Когда мы услышали об этом, ослабилось сердце наше, и ни в ком из нас не стало духа против вас, ибо Господь Бог ваш есть Бог на небе вверху и на земле внизу». Вот здесь она проявляет удивительное познание о Боге для язычницы. Дело в том, что язычники считали, что есть Бог неба, есть Бог земли, там Бог преисподний и так далее, и так далее. Она каким-то образом постигла то, что Бог един, и Он владыка и неба, и земли. То есть все, что есть, подчиняется Ему. Поэтому она и говорит, «Ибо Господь Бог ваш есть Бог на небе вверху и на земле внизу». Это значит, к ней было какое-то откровение от Бога. «Итак, поклянитесь мне, Господом Богом вашим, что как я сделала вам милость, так и вы сделайте милость дому Отца моего и дайте мне верный знак, что вы сохраните в живых Отца моего и Матерь мою, и братьев моих, и сестер моих, и всех, кто есть у них, и избавите души наши от смерти». Она хлопочет за своих родных и близких. Скорее всего, она была позором своей семьи, так как она была блудница, но в данной ситуации она оказалась спасительницей для всего своего рода, потому что смирилась перед силой и властью Бога Авраама Исаака Якова. Эти люди сказали ей, «Душа наша вместо вас да будет предана смерти». Что они говорят? Они говорят, что если кто-то из твоего семейства будет убит, то наша жизнь будет за их жизнь. «Если вы ныне не откроете сего дела нашего», то есть они ставят условия, «когда же Господь предаст нам землю, мы окажем тебе милость и истину». Милость она смогла создать семью в еврейском народе, у ней был муж еврей, и это великая милость, которая привела ее на вершину родословия Иисуса Христа. И истину, истина в данном случае это справедливость или наставление веры. То есть я обещаю усовершенствовать ее в познании веры, то есть она пройдет геур и присоединится к религии иудеев. «И спустила она их по веревке через окно, ибо дом ее был в городской стене, и она жила в стене, и сказала им, идите на гору, чтобы не встретили вас преследующие», то есть когда они будут возвращаться в Варихон, «искрывайтесь там три дня, доколе не возвратятся погнавшиеся за вами, а после пойдете в путь ваш». Она дает им очень мудрый совет. «И сказали ей эти люди, мы свободны будем от твоей клятвы, которую ты нас закляла, если не сделаешь так. Вот когда мы придем в эту землю, ты привяжи червленую веревку к окну», то есть веревку кровавого цвета. «Через которое», то есть это окно, ты нас спустила, а отца твоего и матерь твою и братьев твоих, все семейство отца твоего собери к себе в дом твой. Если кто-нибудь выйдет из дверей твоего дома вон, того кровь на голове его, а мы свободны будем от всей клятвы твоей». То есть если во время штурма города кто-то покинет это жилище и будет убит, он сам виноват. «А кто будет с тобою в твоем доме, того кровь на голове нашей». То есть мы будем отвечать кровь за кровь. «Если чья рука коснется его», то есть никто не имеет права их касаться. «Если же кто нас обидит или ты откроешься и наше дело, то мы также свободны будем отклятывать твоей, которой ты нас закляла». Эти юноши с недоверием относятся к Раав блуднице. Она сказала, «Да будет по словам вашим», и отпустила их, и они пошли, и она привязала к окну червленую веревку. Червленая веревка это как струйка крови Иисуса Христа, потому что кровь Раав станет со временем и крови Иисуса Христа, потому что она праматери Иисуса Христа. А как известно, кровь Христова защищает нас от всякой опасной ситуации, и при гибели мира она обеспечит спасение для верующих. Когда всемирный рехон, проклятый мир греха будет рушиться и уничтожаться. Они пошли и пришли на гору и пробыли там три дня, доколе не возвратились гнавшиеся за ними. Гнавшиеся искали их по всей дороге и не нашли. Таким образом, два сия человека пошли назад, сошли с горы, перешли Иордан и пришли к Иисусу сыну на вину и пересказали ему все, что случилось. И сказал Иисус, и сказали Иисусу, Господь Бог наш предал всю землю сию в руки наши. А почему они так сказали? И все жители земли в страхе от нас, потому что Рааф им рассказала о том, как все напуганы продвижением этой армии Иисуса Новина. Ученые экзегеты объясняют, что Иерихон был одним из древнейших городов мира, а первые жители поселились в нем более семи тысяч лет назад. Он был разрушен неизвестным завоевателем около двухсотого года до Рождества Христова. От времени Иисуса Новина, это тринадцатый век до Рождества Христова, в городе мало что сохранилось, в этом ведет свидетельство его упадка к эпохе завоевания израильтянами, отсюда страх иерихонцев перед нашествием. Вот такое объяснение нам дают экзегеты. Но Рааф показывает другую сторону проблемы. Все слышали о том, какие чудеса совершил Бог, защищая свой народ в происходе из Египта. А если в прошлом этот город уже был однажды разрушен, это усиливало их панику и усиливало их страх. Но даже то обстоятельство, что город когда-то был разрушен, оно не перечеркивало значимости этой крепости при входе в землю обетованную, потому что были высокие стены, высокие крепкие башни. О том, как ситуация разворачивалась далее, мы будем говорить на следующей беседе, если будем живы, Господь позволит. Спаси Христос, берегите себя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!